привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня будет очень вкусный рецепт сазана ну или карпа может кого что есть насаджи по азербайджанский будем готовить это не мой рецепт подглядел на youtube очень хороших она нашла азербайджанские название там не выговорю поэтому не скажу как называется даже не потому что мне жалко просто правда не смогу ссылочку поставлю в комментариях посмотрите как классно готовит сумасъемка нам офигенная купил вчера саж заехал магазин просто чуть позже расскажем а сейчас будем делать сначала подготавливать рыбку рыбку здоровую в саж не запихаешь хотя у меня большой саж 48 сантиметров 1 наперво подготовим рыбу снимаем не чешую как раз морозилке нашелся сазанчик подходящего размера и думаю почему нет начнем новую страницу дачной кулинарии саджа приготовления сазана насаджи по азербайджанский азербайджанская кухня очень богата такими овощами мясом ну и рыбу тоже они умеют готовить как я посмотрел давайте приготовим вместе совсем пока лишь копировать рецепт их не буду я сделаю маленько по-своему но суть суть рецепта я нашел вот именно этом азербайджанском канализ рыбу почищу подготовим ее и покажу вам немного саж как что с ним сделать новым саж у меня чугунный посмотрел столько таких не очень правильных советов люди дают потом потому как начинать работать с чугунной посудой будет указаны будто саджи или просто сковороды чугунные я пока как я делаю так что не переключайтесь смотрите сюда конца если увидеть закрытку почистили чешую всю сняли можно удалить отсюда жабры с ней потому что жарить я буду ее с головой практически ну как не практически целиком ну разрежем ее по спинке на на пласт чтобы просто все прожаривать удаляем жабры опаньки так и вот сейчас нужно ее помыть потому что потом больше мыть я ее наверное не буду пусть и получится потому что мы смываем с рыбы когда моем уже филе разделанную рыбу все вкусно с ней так друзья рыбку помыл теперь будем потрошить разделывать буду ее по спине чтобы разве ручка так и чтобы брюшка у нас осталось целом и из нее все вкусно ничего не вытекала и так думаю будет повкуснее хребет я оставлю хотя можно его вырезать это несложно но у меня тут собачки оставлю для них они полагаются он под ногами тут бегают друзья мои двухногие четырех ноги то есть он дорезали до ребер видите ребра разрезаем об находим до головы и тоже располовиниваем маленькой крану создан уже икру от металл ловили уже поздно его после них икромета оставим пузырь мы его поджарим остальное все выбрасываем так друзья ну здесь придется рыбу мыть это обтирать проблематично к сожалению не получилось надо было чуть-чуть размороженную ее разделывать и тогда бы можно было все это удалить без этой грешни грязи и крови но ничего не поделаешь пойду помою друзья ну все рыбу вынуждена помыл по-другому никак отложим в сторону пусть на маленьком обсохнет ветерок у меня погода портится гроза надвигается тороплюсь займемся небольшим таким простеньким маринадом к этой рыбке возьмем несколько губчиков чеснока чеснок мелко-мелко рубим и практически постарайтесь вот так более-менее растереть типа в пасту все неленько порубленный чеснок добавляем убираем в тарелочку так теперь возьмем кусочек жгучего перца семечки уберем он такой жгучий но не сильно жгучий это китайский лайтовый перчик он ароматный вкусный для маринада сама табу мы его поджарим тоже мельника порубим добавим чесноку все это дело и еще возьмем один помидор тоже меленько его сейчас пару добавим в наш маринад можно добавить какие сухие спицы если чем вам нравится ради бога все что угодно просто делаю такой походный простой маринад помидор может вами не томатной пастой как бы не принципиально так в оригинальном рецепт друзья тут используется соль но мне нравится сочетание соевого соуса поэтому добавлю я от себя свой соус уж извинить не любите свой вы добавляете просто соль и все так добавляем маринад соевый соус заменяющий нам соль и немного растительного масла что все это дело хорошо смешалось и вкус объединились и теперь смотрите помидоры конечно не такие как в абхазии у меня на азербайджане китайский сока с них маловато но что есть перемешаем все это дело получился маринад для рыбки простой но вкусный час маленько смажем сверху маслом которая вытекла во первых это у нас предотвратит от прилипания об ну и шкурка будет вкуснее конечно смазали рыбку со стороны чешуи а так вот проведите против шерсти против чешуи чтобы ему соус попал под пластинки дать которые свисают и будет теперь зальем все сюда вот щедро и добро все рыбку оставляем мариноваться сейчас займемся овощичками которые мы будем также жарить на садже вместе с этой рыбкой сейчас я приберу бардак и продолжу друзья по овощам ну тут все предельно просто режем крупно перчик горький давайте возьмем парочку у нас горько едят все вот так болгарский перец тоже не мельчим крупно нарезаем просто нам несколько чистейших я все дома помогу предварительно так чтобы все чисто так друзья все здесь у нас дополнение нашему столу отварная картошка молодая в мундирах один лимон порезаны на четвертинки мы его подпечем и помидорки она еще молодые шампиньоны свежие и одна головка луку на четыре части также разрезано ну вот в общем то просто и все вот такой гарнир мы приготовим к нашему создану идем разогревать садж сейчас все покажу то расскажу друзья новый садж абсолютно новый муха не сидела еще чё с ним делать смотрю тут многие шлифуют полирует их ничего с ним делать не нужно просто ставим на огонь протираем влажной тряпкой и хорошенько его прокаливаем после чего на нем можно готовить не надо тут танцы с бубном как с казанами делаю там шлифовать полировать все со временем это все за полируется сама шумовкой и будет отлично антипригарное покрытие и когда до тех порах это все это будет делал отлично держаться сейчас нагреется он прокалится потому что когда лить его делать смазывают форму чем-то машинным маслом к чем-то чтобы то сидела выгорело и после чего будем готовить так мы чё друзья все саш готов обливаем периметру готова все сейчас масло нагреется и будем закидывать рыбах рыбка под мариновалась и закидываем начала кожей и сейчас пару секунд и не трогаем а потом маленько надо будет двинуть пошли овощи все друзья теперь после того как мы закинули овощи убираем яркая фамилии готовим постепенно на углях это дело как поджарить выглядит красиво пахнет вкусно сейчас овощи перевернем и потому что надо будет подсолить сверху так друзья рыбка готова хрустящая и ароматная сейчас мы снимаем убираем в тарелку а он в этом массы доготавливаем зажариваем уже наши овощи я все покажу все друзья овощи доготовились теперь выкладываем все снова на середину саджа и идем пробовать сейчас рыбку выложу и покажу что получилось готовое блюдо пахнет офигенно все это все друзья все все готово саша это не только сковорода но это еще и блюдо в котором все это дело подается вот морить ну как ставьте лайк чтобы это съел вам все классно получилось до первого раза очень супер так что друзья тем кому понравилось это видео ставьте пальцы вверх мне понравилось ставьте пальцы вниз подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик не пропустите уведомление с нами новыми видео дальше будет еще очень интересненько и вкусненько следующий на видео мы сделаем щупальца кальмара острые по-китайски будет офигенно вкусно будет точно все друзья всем спасибо что не до конца всем до встречи и всем пока